Это программа «День с толком» в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. В Барнауле начали экстренно налаживать работу ливневых канализаций. Побудили к этому проливные дожди. Так за минувшие сутки в краевой столице выпала почти месячная норма осадков. В итоге город превратился в настоящую Венецию. Подробнее в сюжете Софии Яценко. Плывем, 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 загребаем. О, нифига, волны через капот. Шух. Жителям Барнаула весла сушить не приходится. Каждый сильный ливень здесь оборачивается вот таким дорожным потопом. Причем мокнуть приходится не только на улице. Плавают даже в автобусах. Выплывем по партизанской улице. Дорожные ливневки с таким количеством воды не справляются. Люди берут лопаты и выходят на дороги, чтобы помочь побороть стихию. Тут старый базар немножко подтопило. Тут водопад. На Арбате течением снесло столики уличных кафе, а на центральной улице Барнаула и вовсе забил гейзер. Сейчас на дорогах работают дежурные бригады автодорстроя. Обследуют наиболее проблемные участки и чистят решетки ливневых канализаций, чтобы ускорить процесс ухода воды. К слову, ученые предостерегают, что делать это стоит регулярно. По прогнозам специалистов по изменению климата, тропические ливни станут частым гостем и нашего региона. София Иценко. День с толком. Похитителю алтайской школьницы Олегу Лавкину предъявили обвинение сразу по двум уголовным статьям. Ему вменяют похищение и сексуальное насилие над 12-летней девочкой из Бийского района. Эту информацию нам подтвердили в региональном следкоме. Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении несовершеннолетнего, а также статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего. По версии следствия, Лавкин несколько месяцев следил за 12-летней школьницей. В конце июля он похитил ее и удерживал в подвале на протяжении полутора суток. После отпустил ребенка и скрылся. 12 августа его задержали в республике Алтай. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые подозреваемый мог совершить ранее в отношении другой девочки. Предполагается также, что с ее участием Лавкин снимал эротические фильмы и сливал их в интернет, получая за это деньги. В спасательной операции по поиску 12-летней девочки из Бийского района, похищенной Лавкиным, принимал участие кинолог из Наукограда Роман Антипин. Он вместе со своим четвероногим напарником Беркутом вышел на верный след и опроверг версию о несчастном случае у реки. О ходе поисков из первых уст в репортаже Валентины Аскеровой. Голос. Овчарка по кличке Беркут. Ее ласково Роман называет зайчиком. Ночью, когда развернулись масштабные поиски ребенка, Роман Антипин был на службе. После домой не поехал. Вместе с четвероногим напарником незамедлительно отправился на поиски пропавшей школьницы. К этому времени у реки находят вещи ребенка. Надежда, что девочка жива, таяла моментально. Однако поиски продолжились. Роман получил образцы запаха и поставил Беркута на след. Вышли к лесу. Возле леса был обнаружен гараж недостроенный, и там был потерян след. Возле заброшенных гаражей волонтеры увидели следы от шин. По ним Беркут вывел наброшенный велосипед и вернул надежду. В двух километрах мы нашли велосипед. Собака начала тянуть поводок, доверился собаке на ее активность. Вышли и нашли велосипед. Один из родителей подтвердил, что велосипед этого ребенка. И версия о том, что ребенок утонул, отпала сразу. Роман вызвал на место оперативников. Они продолжили следственные мероприятия. Напарники выдохнули и пошли отдыхать. Лучшая награда – это активная игра. Поэтому, я думаю, он был счастлив. Ну и то, что мы домой приехали, он лег спать. Покушал и лег спать после смены. Это тоже, я думаю, было замечательно для него. К слову для кинолога, его Беркут – это не первая спасательная операция с отрядом «Лиза-Алерт». В июне этого года они искали пожилого мужчину. Пес привел на берег реки, куда пожилой дедушка пришел рыбачить и заблудился. Кстати, несколько лет назад Романа наградили медалью за доблесть в службе. В 2017 году он помог выбраться из огня – женщине и двум мужчинам. Валентин Аскерова. День с толком. В Алтайском крае полным ходом идет ремонт федеральной трассы до границы с Казахстаном. На него выделили свыше миллиарда рублей из федерального бюджета. Кроме того, в июне для этой цели в Мамонтовском районе возвели асфальтобетонный завод. Объемы его производства оценил лично губернатор края Виктор Томенко. Какие еще темы стали ключевыми на этой рабочей неделе в повестке губернатора – ответы в материале наших коллег. Сократить сроки и повысить качество ремонта федеральной трассы – такая задача стоит сегодня перед алтайскими дорожниками. Поставлять дорожно-строительную смесь будут несколько новых заводов, в том числе с асфальтобетонного в Мамонтовском районе. Объемы производства здесь приличные – порядка двух тысяч тонн дорожной смеси за сутки. Приведение в более-менее нормальное такое человеческое состояние вот этой дороги. Вот сколько лет потребуется, если такими темпами идти? Ну, мы планируем, как бы хотим, 4-5 лет. Чтобы уложиться в отведенные сроки, нужно ремонтировать по 45 километров трассы в год. К слову, на реставрацию дороги Барнаул-Павловск-Казахстан из федерального бюджета выделили свыше миллиарда рублей. Деньги также пойдут и на расширение строительного автопарка. Мы очень здорово модернизировали наш парк строительной техники и приобретаем, конечно, дорогостоящую и высокотехнологическую технику. Это фрезы, это асфальтовые кладчики, ну и, конечно, не забываем о зиме. Зима у нас, что тут говорить, Сибирь, поэтому… Все содержание, очистки тоже. В Алтайском крае теперь появился свой проект стратегии цифровой трансформации. Его утвердили на заседании правительства региона. Согласно этому документу, современные технологии и даже искусственный интеллект будут внедрять в бизнес государственное управление и социальную сферу. Стратегия цифровой трансформации нацелена на создание возможностей, которые открываются благодаря новым технологиям и приводят к более быстрому, эффективному и инновационному введению бизнеса, развитию социальной сферы, гибкому и качественному государственному управлению. По новому проекту жители края скоро смогут получать большое количество услуг из дома, не посещая МФЦ и органы власти. Предприятия будут быстрее устранять коммунальные аварии, а аграриям при потере урожая станет проще подать документы на получение господдержки. Прошу вашего всех, по всем направлениям, всех руководителей, вашего внимания к тому, как это все будет реализовываться. И при необходимости, естественно, надо подтягивать отстающих. Вопросы трансформации на этой неделе обсуждали и в системе образования. Педагоги края разработали 10 инициатив, которым придали статус губернаторских. Их рассмотрят на заседании Президиума Госсовета РФ под руководством президента. На ежегодном августовском совещании Виктор Томенко вручил учителям края государственные награды за достижения в профессии. И в завершении недели Барнаул с рабочим визитом посетила глава Ростуризма Зарина Дагузова. На встрече с губернатором региона она заявила, что с 19 августа Федеральное агентство по туризму начало принимать от банков инвестпроекты для включения в программу льготного кредитования бизнеса, который будет строить и реконструировать отели. В список вошли 20 банков, где инвесторы смогут получать кредиты на свои проекты под 3-5%. Мы рассчитываем, что за счет этой меры поддержки мы ускорим развитие гостиниц, именно современных, качественных, которые смогут дать туристам тот уровень сервиса, который сегодня все мы хотели бы получать, отдыхая на наших курортах. Такая поддержка, по словам главы Ростуризма, особенно актуальна для Алтайского края, поскольку регион входит в топ-10 самых популярных направлений внутреннего туризма. Артем Гусельников, Анара Шагирова. День с толком. Малокомплектную алтайскую школу ремонтируют за счет петербургской компании. Учебное заведение победило во всероссийском конкурсе «Сменка». Необычный проект организовали два молодых педагога из северной столицы. И сегодня они в Заринском районе помогают обновлять класс и снимают про это свое шоу. Подробности в нашем сюжете. В течение недели в этом классе будут красить, белить и даже менять пол. Уже в сентябре ученики придут в аудиторию, где вместо привычных стендов разместят интерактивные. На них можно будет порисовать самому, а на переменах сидеть на мягких креслах. Апгрейд в Новоножкинской школе устроили петербургские девушки, бывшие педагоги, которые основали проект «Сменка». Каждый раз, когда приходили в класс, мы унывали, думали, что, блин, как можно вообще нормальный комфорт на себя чувствовать, если разваленные стены вокруг, какие-то унылые шторы, мебель. Все выбирают один и тот же цвет стены, пола. Вообще это какая-то, я не знаю, какой-то тренд просто в школах. Заявку на конкурс заполнила учительница Новомоножкинской школы. Так сказать, на удачу. Признается, что преподавать иностранный язык в старых условиях и самой уже было некомфортно. Сначала я подумала, он в более-менее нормальном состоянии. Но когда я видела наши кабинеты точки роста, допустим, у нас есть точка роста в школе, я понимала, что наш кабинет в ужасном состоянии. Вот они, те самые кабинеты точки роста, которые появились в этой школе благодаря другому федеральному проекту несколько лет назад. Обновили оборудование, изменили рассадку учеников. Приблизительно таким же станет и кабинет иностранного языка. Это классно. Я представляю, что это я сяду в комфортное положение, буду учить немецкий язык и запомниться все лучше. Все расходы по обновлению, а сумма ремонта почти 300 тысяч рублей, возьмут на себя организаторы сменки. Средства они зарабатывают на создании онлайн-проектов. В их числе и ютуб-шоу, в котором рассказывают, как вместе с родителями, учителями и детьми обновляют классы по всей России. В этом году в список победителей проекта помимо Алтайской вошли также школы из Дзержинска, Нижегородской области, Удмуртского города Можга и даже из самой северной столицы. Для новомоножки на ЖЭХ, куда приезжают ученики еще из трех ближних сел, такой апгрейд – настоящий подарок к новому учебному году. Анна Рашагирова, Александр Лизратов. День с толком. За спорт, за активный досуг молодежи. В Зональном районе местные власти, бизнес и неравнодушные жители объединились и теперь совместными усилиями строят и реконструируют спортивные объекты в районном центре. В этом году в селе появится стадион с беговыми дорожками и площадка для волейбола и баскетбола. На достигнутом останавливаться не собираются и постараются воплотить в жизнь даже экстремальные идеи. Подробности в сюжете. Сельский стадион «Колос». Когда-то здесь играли в футбол, проводили Олимпиады, спортсмены ставили рекорды. Но после трибуну опустили, само поле заросло бурьяном. В этом году стадион обретает новую жизнь. Заручившись поддержкой жителей и депутатов, представителей бизнеса и неравнодушных людей, местные власти начали возрождать спортивную арену. Многие уже ждут, не дождутся, когда сюда можно будет приходить на тренировки. У нас неподалеку здесь зал, буквально в 100 метрах. И включая все лето, осень, начало, весна. То есть наши ребята занимаются борьбой с самбо, и мы занимаемся это время на улице. И для нас стадион, тем новым, это вообще здорово. На стадионе уже смонтировали освещение, установили камеры видеонаблюдения, привели в порядок ограждения. Появились площадки для волейбола и баскетбола. Их построили на средства краевого гранта и местного бюджета. Власти уверены, это не просто вложение, а инвестиции в спортивное будущее села. Острая необходимость уже проявилась в последние годы. То есть понятно, что надо обратить внимание и на спорт. Не только в других селах, в райцентре. И вот такое состояние. Поэтому со стороны бюджета для нас больше трех миллионов – это существенные деньги, чтобы выделить было. Но мы нашли такую возможность и выделили. Поэтому думаем, что все будет хорошо, и люди будут довольны. Для реализации задуманного и обустройства беговой дорожки не хватало порядка двух миллионов рублей. Еще весной глава Зонального района Татьяна Выставкина обратилась за помощью к депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву. В итоге деньги нашли. И сегодня беговая дорожка практически готова. В этом проекте участвует и краевая власть, и власть муниципалитета, и предприниматели, и в том числе жители села Зонального. И, видимо, в том числе поэтому здесь все получается. Объект направлен на развитие спорта в районе. И думаю, что он поможет держать хорошую спортивную форму жителям района, а тем, кто более профессионально занимается спортом, достигать лучших спортивных результатов. В этом году на сельском стадионе сделают и трибуны. Какими они будут, уже решили. Ну, все будет в таком позитивном цвете, желто-зелененьком, так как у нас стадион называется «Колос». Поэтому у нас будет сначала «Колос», начиная, как говорится, в сходе, да, семя. Оно зелененькое, потом созревает и становится желченьким. Поэтому все у нас будет вот в таких позитивных тонах. Позитивный тон в селе Зональное прослеживается и в появлении новых спортивных объектов. Так, по инициативе главы в прошлом году сделали хоккейную коробку. По краевой программе установили тренажеры. В будущем намерены открыть скейт-площадку, ну и обустроить футбольное поле. В планах провести крупное соревнование и зажечь олимпийский огонь, как символ возрождения спортивной жизни на селе. Марина Волкова, Иван Зяблицкий. День с толком. А на этом у меня все. Новый выпуск нашей программы в понедельник. Я желаю вам хороших выходных и напоминаю телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания Валар. До встречи.